День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Радио Болтком. Радио Болтком. С территориальной реформой. О чем они будут думать? Представим, 5 июня, хороший солнечный день. Надо идти голосовать. Потом захочется где-то посидеть. Это невозможно. И ты какие выводы делаешь? Ты делаешь выводы, что все партии, которые у власти, они в этом виноваты. Я думаю, что коалиция это поняла. И поэтому вот такое вот как бы столкновение с правительством и произошло. Но я думаю, что с этой связи появился очень важный вопрос, который связан все-таки с разделением власти в Латвии. И все-таки мы живем в парламентской республике. И на данный момент я считаю, что баланс власти серьезно нарушен. И как раз этот момент мне кажется очень важным и серьезным. И это надо понимать. Потому что я считаю, что стабильность власти не столь важна, сколько баланс между ветвями власти. И так как все-таки у нас главные законодательные органы, в принципе, главный центр власти это парламент. А правительство является всего лишь исполнительной структурой. То на данный момент они уже какое-то время поменялись местами. И как раз поведение господина Каринча в связи с этим голосованием открыть летние террасы 7 мая показывает, что уже понимание как раз, как работает структуры власти парламентской республики серьезно уже в кое-каких головах нарушено. Да, вот с другой стороны, ведь мы понимаем, что несмотря на то, что сейчас нам эпидемиологическая ситуация неблагоприятная, все равно есть всему предел уже больше года экономика. Мы все живем с теми или иными ограничениями. Но ведь все равно рано или поздно придется их снимать и как-то возвращаться к нормальной жизни. Все-таки Латвия, не Германия. Я считаю, это мое субъективное мнение, что, конечно, эти все ограничения методика, она исходит извне. И вообще считаю, что назначение господина Каринча было блестящей операцией спецслужб, которые уже знали, какие люди должны прийти к власти в этом своеобразном этапе, в котором мы сейчас проживаем. Что я хочу с этим сказать, что, в принципе, Каринч, господин Каринч, как и господин Левитц, являются людьми с двойным гражданством. Да, да. И, в принципе, если закон позволяет Каринчу, то господину Левитцу как раз точно закон и соответственно не позволяет находиться на этом посту с двойным гражданством. И я считаю, что это проблема Сейма, потому что это большие уже, как в предыдущих эфирах, мне кажется, уже после предыдущих выборов 13-го Сейма, я вам говорил, что это будут большие риски, если так произойдет. Потому что, представьте, мы заняли дополнительно 4 миллиарда евро. Эти люди спокойно, оба, господин Левитц и Каринч, могут заболеть, могут сесть в самолет, улететь. И один, я так понимаю, является гражданином Израиля, а господин Каринч является гражданином США. И кто потом останется всем этим багажом, который надо будет решать. И, насколько я знаю, Израиль своих граждан не выдает, если даже будет уже какие-то иски в связи с этим периодом. Господин Каринч должен будет уже жить как гражданин Америки без проблем. Потому что его последний выход, как он подъехал к памятнику свободы 4 мая, с семи охранниками, выбежал из машины, подошел быстро, поставил цветы и уехал. Но это уже говорит, что это уже какая-то паранойя. Я иначе это не могу объяснить. Да, вот интересно, что вы упомянули президента, но вот он бросил такую интересную мысль, что само голосование в Сейме, ну, вопреки решению правительства по поводу Террас, он назвал это таким парламентским несчастным случаем. Парламентаре с негадиумс, да? Ну, вообще, это очень интересно, когда 91 депутат, из них большинство голосовал из самого Левица, принимает такое решение. И президент, ну, фактически учит Сейм, как ему поступать. Ну, я уже вам только что сказал, что они уже потеряли понимание, что такое парламентская республика. Да. И принципом строится власть парламентской республики. Правительству это назначенцы, а парламентарии это депутаты, которых избрал народ. Ну, а мы живем в демократии. Да, что касается вообще, ну, все-таки, вот вы упомянули все этот процесс, мы видим, что сейчас происходит в правительстве. Да, где, ну, полный раздрай, КПВ, ЛВ, ну, вообще непонятно, как целая фракция, она еще существует, не существует, что вообще с партией, там какие-то разные правления. Вот на ваш взгляд, как долго это правительство может вообще продержаться? Это зависит от, ну, депутатов Сейма, потому что если они хотят связывать свое будущее с Латвией, тогда они должны как раз уже начинать думать, а как ситуацию поменять. Ну, тут вариантов я не вижу очень много. Это распуск этого правительства, это какое-то, надо думать тогда, как жить дальше. Но если это правительство идет в одном фарватере и вообще не смотрит направо-налево то, что вы спрашиваете, а как это повлияет на экономику, вообще на жизнь людей, в том числе на образование, то есть как будет опять строиться жизнь с 1 сентября для школьников, если их это вообще не волнует, на ней живет в каком-то другом измерении, то парламент должен уже думать, как вот с этим голосованием по террасам, как с этим правительством, ну, просто говоря, покончить. Да, вот все время говорят о том, что это и президент говорит, и господин Карин, что, ну, нет вариантов в составе этого Сейма, нет никаких вариантов, нет другой модели правительства. Нет, ну, если парламентарии смогли проголосовать за террасы, да, сколько вы сказали, 91... Да, 91 депутат, да. Да, тогда почему они не могут проголосовать и за смену этого правительства, это уже какая-то, знаете, ситуация странная, потому что это же только один маленький фрагмент нашей жизни, это открытие террас, ну, хорошо, ну, сможем там посидеть на каком-то расстоянии, но основной же ничего не заканчивается, все продолжается. Все эти ограничения, все эти вопросы, которые связаны с этой так называемой пандемией. Программа вакцинации продолжается, я опять смотрю, ну, скажем, датчане, они запретили применение вакцин Pfizer и AstraZeneca, да, ну, как-то... Мы же сейчас в открытом мире живем, у нас поток информации доступен, люди читают, смотрят, у нас идет абсолютно противоположный процесс, да, приглашает, открывается в акционы эти, как их назвать, центры, чтобы люди туда пошли. Ну, тогда как-то определитесь, да, мы же тут не живем в каком-то замкнутом государстве, царстве. Вот говоря вообще о том, как мы будем жить не только, ну, в свете этой пандемии, как будет развиваться наша экономика, ну, вот здесь даже уже целый ряд депутатов от правящей коалиции ведь не только возмущены вот этими, ну, к примеру, запретом в хорошую погоду покушать на террасе, но они возмущены и, ну, чрезмерным, правда, они сами эту ситуацию создали, чрезмерным вообще контролем всего финансового потока. Мы понимаем, что сейчас предприниматели не только, они уже априори в чем-то виноваты, никакой презумпции невиновности нет, они должны доказывать любую, там, не знаю, свою сделку, даже самую безобидную. И я так понимаю, что все-таки уже депутаты задумались над тем, не пора ли вот эти гайки, которые так закрутили, все-таки чуть-чуть отвинтить, если так можно сказать. Ну, смотрите, опять-таки, если мы исходим из того, что методика, так называемая пандемия, она дана извне, да, под это даны деньги, 4 миллиарда, то, в принципе, правительство в таком составе и с таким премьер-министром должно продолжать все то, что они там все время делают. Просто у них нет вариантов. Есть вариант, что как в западных странах люди выходят на улицы, да, но мы же видим все-таки эти протестные манифестации, не только в Западной Европе, но и в Канаде. Смотрим, какие разные модели сейчас существуют в связи с этой пандемией в разных штатах, в тех же Соединенных Штатах Америки. Ну, есть различия между там Флоридой, там, Нью-Йорком, да, и так далее. И на данный момент, если каридж настолько зависим от вот этих моментов, что он не может ничего поменять, и он должен, несмотря ни на что, все время базируясь на каких-то мнениях экспертов, да, которых мы только двух видим, Дуписа и Перевозчикова, да, которые вот дали, что вот сейчас опять нам чего-то там такое, и что мы нельзя ничего смягчать, тогда, ну, это может быть never ending story, да, тогда это будет очень-очень долго, и как же мы проживем. Но те, которые дали эти приказы изменить, понимаете, это я помню старое такое выражение, что проблемы индейцев шерифа, ну, не волнует, да, они просто, ну, у них какая-то территория, ну, что-то там происходит, это наш внутренний вопрос. И кроме, если идти каким-то, скажем, законным путем, кроме Сейма, который может все, да, только Сейм и депутаты Сейма может эту ситуацию сломать. Я другой силы не вижу. Да, вот интересно, сейчас даже парламент вынужден был создать такую вот парламентскую следственную комиссию, чтобы выяснить, кто же все-таки реально виновен в том, что мы не закупили в ноябре, в декабре, вот достаточное количество вакцин, двух стрелочников, я так понимаю, нашли. И это еще раз говорит о том, что что-то у нас вот с этой системой госслужбы и ответственности в целом, что-то у нас, ну, мягко говоря, не так. Видите, мы говорили о разделении власти, да, и проблема это как раз и латвийского медийного пространства. Потому что в связи с этой пандемией достаточно серьезные средства выделены СМИ, в том числе коммерческим, и, конечно, это уже означает только то, что у нас есть однобокая информация, да. Я не говорю, что все вранье и нечему там верить, да, но все равно здоровая такая дискуссия, особенно на тех площадках, которые финансируются с госбюджета, это латвийское радио, все эти станции, которые это и государственное телевидение, конечно, видно, что информация абсолютно однобокая, да. Это тенденция, это видно. И я думаю, что это большая проблема сейчас, да. Как раз медийное пространство, где, ну, одно мнение, одна постановка доминирует над всем другим. Есть понимание вообще на ваш взгляд у правительства, как мы будем все отдавать, то, что мы позанимали, потому что сейчас вот в связи со всей этой массивной помощью предпринимателям и тем, кто потерял работу, я имею в виду массивный с точки зрения вообще трат государственного бюджета, да. На самом деле это пособие попростое, которое получают люди, но оно, конечно, так минимальное, которое позволяет только, не знаю, коммунальные платежи оплатить и чуть-чуть питаться. Вот тоже пособие для длительных безработных, там, 180 евро, мы сами понимаем. Конечно, это лучше, чем ничего, но как пожить на эти деньги, непонятно. Вот как мы будем это все отдавать? То, что я говорил в начале передачи, что у нас правит сейчас два человека с двойным гражданством. Один может спокойно, кемьер-министр, когда уже, ну, это все закончится или в каком-то промежутке просто, или заболеть, и может просто вернуться в штат Беловер или другое место в Америке. И скажут, ну что, я там работал, ну ладно, ну сейчас мне уже не хочется, а я поеду обратно. Потому что я не уверен, что господин Каринч захочет при таких последствиях всей этой, все, что они сейчас проводят, эти последствия, конечно, будут, остаться в Латвии, да, при всех своих миллионах, которые он получил при продаже кинотеатра «Пионерис» или как это там называется, дом на «Обус-Колосе» и «Эл-Из-Детис». Да. Когда я иду мимо, я всегда смотрю, какой странный человек за это 6 миллионов заплатил, да. Мы все-таки понимаем, что это недвижимость, которая находится в центре города, да. Я не хочу сказать, что это было связано, чтобы он быстрее принял решение и стать премьер-министром Латвии. Опять-таки, ну я не... Ну, зачем надо было за такие деньги такое место покупать, когда есть столько хорошей недвижимости, да, по более понятным ценам в том же центре, в хорошем историческом центре города Ридия. Вот так что, это ответ, просто они не будут ни за что, они ни за что не ответят. Они скажут, ну да, ну как после Второй мировой войны, ну мы выполняли там какую-то методику этого ВОЗа, да, как это, Всемирная организация здравоохранения, да. Да, нас пришло, да, там, ну, смотрите, даже глобально сейчас, что там решил один из идеологов этого всего процесса Билл Гейтс после 27 лет счастливого брака, за который он обогатился, да, развиваться, ой, развестись со своей прекрасной женой Мелиндой, да. Да ну, вот вы разрешили уже при преклонном возрасте, что они будут жить вместе. Я думаю, это какой-то сигнал уже того, что они уже возможно готовятся к каким-то искам, которые, несомненно, будут, кто-то за это будет отвечать, да. И раздел собственности, это классическая схема в таких ситуациях. Так что все те главные, которые вот участвуют в этом процессе, они какие-то парашюты для себя уже приготовили, а вот как вы говорили, вот эти все, ну, парни некие, да. Да. Ну, фактически стрелочники, да, так можно. Стрелочники, да, вот все эти стрелочники, да, вот их там и будет потом уже смотреть, а что ты делал, почему ты так делал, потому что это так, ну, не закончится все мирно. Или тогда второй вариант, это тотальная уже тоталитарная власть, при которой я бы, ну, лучше жил бы тогда уже просто где-то на селе примерно, да, и как бы, ну, если это вообще будет возможно. Это второй вариант, да. Ну, за это люди должны сами бороться, они должны, как говорится, и сейчас я смотрю все-таки в социальных сетях, ну, активность населения, она, конечно, по сравнению, как еще было раньше, она достаточно серьезная. Нельзя сказать, что люди равнодушны, не понимают и так далее, и тому подобное. Есть та часть, которая проплаченная, есть та часть, которая верит действительно этому, которая, ну, которая напугалась, и вся эта пропаганда, которая каждый день идет с экранов и радио и так далее, да, но я думаю, что все-таки в Латвии все будет так или иначе, как-то мы тут ладимся. Но по деньгам я не вижу, как, вы спрашиваете, как мы это будем, это уже 1,4 миллиона евро в день, да, это чисто по процентам отдавать. Я не понимаю, как это будет происходить. Вот вы все-таки были, ну, одним из тех людей, которые баллотировались на неочередных выборах в Рижскую думу в августе прошлого года, поэтому у вас есть сейчас возможность со стороны посмотреть на то, что происходит вот в новом, в думе нового созыва, вы вообще видите какие-то позитивные перемены, ну, многие, например, обратили внимание на то, как Рижская дума реагировала, к сожалению, с опозданием на этот скандал с пожаром на Меркеля, где погибло 8 человек, и сразу после этого начались рейды по этим хостелисам. Многие задались вопросом, вчера, кстати, на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству как раз обсуждалось, а почему только после трагедии, где все были вот эти структуры исполнительной власти до всего происходя, до этой трагедии? В Рижской думе сделали эти выборы, когда победил Атеист и Байпар, которая создала коалицию с этим явно вену Атеи, потому что эти прогрессивые, да? Да. Ну, победила, в принципе, молодежь, да? Это те, которые там 30-40 лет на данный момент. Ну, относительно молодежь, но это какое-то же новое поколение, которое, в принципе, жило уже при независимой Латвии. Вот. И за них проголосовали такая же молодежь, да? И, как мы помним, проголосовало в этих выборах где-то 40% от тех, которые могли голосовать. Значит, очень маленькое представительство на данный момент, Рижан, ну, если так взять, да, 60% не проголосовали. Ну, вот, и этому молодому поколению характерно, что они как бы все знают, все умеют, да? И они как-то, ну, не совсем любят, как я говорю, ходить по земле. И вот все такие проблемы, которые появляются, да, там оказывается, ну, они не понимают, ну, как это может быть. Ну, загорелось там, что-то случилось. Если мы помним лозунга, когда она шла на эти выборы, это было одно, что они сделали какой-то рестарт Риги, на данный момент я пока не вижу ни в одном каком-то сегменте какого-то рестарта, там, чего-то такого свежего, нового. Я абсолютно не чувствую информационном поле нового мэра господина Стакиса, да, да, я вообще, ну, не вижу. Может быть, они просто что-то делают, но общество, общественность об этом не знает, да. Какие-то, когда будут приведены в порядок те же мосты, да, какие-то сроки понятные, да, когда они начнут приводить в порядок ужасные, да, ну, эти наши рижские дороги, когда ты едешь по ним, просто кажется, ну, когда же это все закончится. Хотя предыдущая дома запустила, ну, главные дороги, да, нашего центра в Риге, и они уже выглядели прилично, то все, что немножко дальше, это просто, просто, просто ужас, ужас, ужас. Ну, примерно, я не вижу такого какого-то движения, и что будет иначе. Что будет, скажем, с общественным транспортом, были какие-то идеи, ну, я не говорю, там уже бесплатный транспорт, какая-то связка с самоуправлением, которое находится вокруг Риги. Ничего этого я не слышу, не вижу, может быть, я просто не в курсе. Да, вот вы затонули очень важную тему, может быть, ну, сами еще, может быть, того не думая, тему вот прихода вот в политику, вообще во власть вот людей, ну, такого нового поколения, 30-35 лет, ну, до 40 лет. Вот мы видим, что действительно они приходят. С одной стороны, вроде бы, надо было этого приветствовать и говорить, что, да, вот люди пришли без советского прошлого, без скелета в шкафу, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что все-таки вот необходимого опыта для управления государством, лицом управления, у них не хватает. И вот такой спайки с людьми, вот, умудренного опыта нет. Не так ли? Мне просто такое впечатление, что они не понимают, что означает решать вопросы по сути. Они как-то вот привыкли, что главное, что есть какой-то процесс, и они находятся в этом процессе. Это какой-то вот такой феномен, который я до конца не могу понять, потому что, как вы только что сказали, им не мешают вот какие-то комплексы, то, что вот связано с прошлым советской эпохой, какие-то там, ну, есть определенные моменты, которые характерны, поколение, которое росло там. Я не говорю, что это все плохо, да, но, конечно, есть моменты, я это не отрицаю. Но они же как бы пришли свежими, да, они сразу могут смотреть на вещи и как бы понять сразу там без каких-то там задних мыслей и так далее. Но как-то я вижу, что им очень трудно это дается. И опять я возвращаюсь к СМИ, и у нас как бы даже им не спрашивает никто. Ну вот, ну, какой-то вот создать, какой-то созвать там нормальную пресс-конференцию, там раз в месяц спросить господин Стакис, ну вот что вы там планируете в течение следующих месяцев делать? У вас же все-таки миллиардный бюджет, да, какие основные приоритеты, программы, да, что будет происходить в Риге, в культурной жизни, там, не знаю, и так далее, и тому подобное. Конечно, можно сейчас списать все это на пандемию, да, что там много ограничений, ничего нельзя, но мост же можно ремонтировать, да, тот же Дагловский. Ну, там едут сейчас понизу, да, транспорт, с Межипарка до центра и обратно, да, под этим мостом. Ну, они же вещи, ну, все, которые все равно можно делать. И я не вижу вот такой журналистики какой-то, которая вот интересовалась практическими вещами, да, все такое однобокое, да, проплаченное и однобокое. И проблема СМИ, я считаю, в Латвии стоит на данный момент очень серьезная. Да, вот если мы говорим о поколении 30-40-летних, вот многие считают, такая вот версия, не знаю, я, конечно, не сторонник теории заговора, что это как раз 30-40-летние, которые сейчас пришли к власти, и они считают, что пора уже, ну, не знаю, отобрать остатки влияния, имущества у тех, кто вот обогатился в 90-е годы, и вот поэтому появилась вся эта эпопея с олигархами. Мы знаем, что один из объявленных олигархом уже сидит в тюрьме, двое сейчас уже передается дело в суд по обвинению в довольно тяжелых уголовных преступлениях. Как вы прогнозируете дальнейшее развитие событий? Ну, если, скажем так, Латвия сядет в большую лужу, ну, это означает уже проблема с платежами бюджетника. Мы уже при ведущих эфирах об этом вопросе много говорили. Все будет так и происходить дальше, потому что пока все проплачено из денег, которые взяты в займ из европейских денег, они могут так, ну, себя жить. Ну, несмотря, им не нужен результат, нужен процесс. И чтобы вот в этом процессе участвовать, они уже выполняют волю тех людей, которым нужен этот результат. Потому что человек, который сам себя уважает, он независимый, он не будет никогда марионеткой. Есть какая-то совесть, есть понимание, есть опыт жизненный. А вот эта публика, у них этих проблем нет. Им что надо становиться на ноги, надо чего-то накопить, что-то купить и так далее, и тому подобное. А вот те дяди, которые знают, что они хотят, они как раз таких исполнителей и набирают. Я вообще смотрю, вот я это называю поколение Явнупса. Этот парень бегает между всеми. Все говорят, кассир, носит кому надо деньги, все время при делах. И такой феномен спокойно в Латвии не обсуждается ни с остальных Дауна, ни с других наших доблестных структур, Сороса, да. Он просто не обсуждается. А все же знают, да, те, которые находятся в активной жизни, бизнеса и так далее, и тому подобное. Ну вот, какой-то человек, который что-то не имеет, никаких постов, а там главное какое-то решало таких моментов. Ну, может быть, это все слухи, да, поэтому сложно сказать. Вот все-таки, вот мы уже упомянули вот эту историю с олигархами. Один из них, ну вот, господин Швейсерс заявил о том, что он возвращается в политику спустя 10 лет. Ну, видимо, будет создавать свою политическую партию. Мы знаем, что Гобземс уже создал Лейком Сукар Теба свою политическую силу. Еще один депутат Сейма, который оставил согласие и сейчас тоже собирается создавать свою партию, Вячеслав Домбровский. То есть, минимум три политические силы, ну, относительно новые у нас появятся на выборах в октябре следующего года. Что вы, как вы это все оцениваете? Привлекают ли вас эти политические силы? На ваш взгляд, есть ли у них будущее? Я считаю, чтобы политика можно было называть политиком, да, у него должны быть три вида опыта. Это политический, это хозяйственный и определенный академический. Под академическим опытом я принимаю соответственно образование. Что касается названной партии, да, ну, возьмем господина Гобземса, да, он адвокат, юрист, и когда я слушаю то, что он говорит, очень много эмоций, которые, конечно, работают на людей, но то, что касается экономики, я практически ничего не слышу, да. Ну, какие-то есть там тезисы, да, там, снизим налоги, чего-то, но я вижу, что понимания особенно глубокого у него в этом плане нет. Что касается господина Вячеслава Домбровского, то, конечно, ну, он все-таки экономист по образованию, да, у него есть политический опыт, и он же, ну, как-то, я считаю, ну, все-таки более уже компетентно понимает, да, вопросы, связанные с экономическим ростом, развитием, да, и все, что надо с этим сделать, чтобы Латвия выходила из этого болота. Что касается Айна Рашлеса, то вот в связи с вот все три, которых я назвал, мне кажется, он самая серьезная реальная фигура, потому что он состоятельный человек, у него как бы уже там за пять копеек он уже не продаст, да, какие-то вопросы, да, и он действительно серьезный рост, да, он в реальном бизнесе. Все, что касается этого бизнеса, что там происходит, да, насколько там все прозрачно, чисто и так далее, об этом я не берусь судить, но так вот, если вот взять из этой тройки, это, мне кажется, проект, который может и получиться, и если он будет, как бы, учиться на своих приведущих ошибках, немножко снизит какой-то, ну, такой вот, только я, я, вот, личность, и подберет соответственную команду, то, я считаю, из этих всех трех, он самый реальный, который может на следующих выборах и получить значимое место в парламенте. Да, вот интересно, что касается вот этих правящих партий, казалось бы, они, глядя на свои рейтинги, мы видим, что вот эти все последние рейтинги показывают, что, ну, правящим партиям пока радоваться нечему, да, ну, там, часть из них преодолевает вроде 5% барьер, ну, новые консерваторы, вообще им пора уже сигнал СОС подавать, там 3,9% было. Когда, на ваш взгляд, все-таки эти правящие партии поймут, что им надо как-то активизироваться, потому что тихо сидеть в этой коалиции, это так можно и вообще не попасть в следующий парламент. Если бы оппозиция работала по классической схеме, они уже бы между собой договорились и сделали то, что называется теневое правительство. Это в Европе абсолютно понятная структура, это люди уважаемые, это премьер-министр, и в демократии абсолютно это нормальное явление, когда есть теневое правительство, которое создает оппозиция, и это дает уже или там, как Британия, скажем, королева, или президент, да, как в Латвии, они дают понимание, что есть кому заменить, да, они уже расписаны там поименно, да, какое министерство каждый будет управлять и кто будет премьер-министром. Я такого не слышал. Я слышал от Айнарса Шлессера, да, да, чисто теоретически, что это нужно сделать, но он не представлен в парламенте, да, это должно было делать такое теневое правительство парламентской оппозиции, и если они вот смогли бы что-то такое сделать и заявить в полную, да, что мы готовы и можем, и даже с какой-то коалиционной партией вместе поменять и переломать ту ситуацию, которая создана правительством Каринша, тогда это было уже что-то внятное, внятный посыл общественности. На данный момент я ничего такого не вижу и не слышу. Да, может быть, последний вопрос, ну вот фактически завершилась эта административно-территориальная реформа, много копий сломано, я так понимаю, что выборы сейчас пройдут по этой новой системе в 41-м самоуправлении. Вы видите какой-то позитивный сдвиг, что вот сейчас произошло укропнение регионов, может быть, повысится какая-то экономическая активность, не знаю, дороги улучшатся. Вы видите какие-то преимущества вот этой реформы? Пока я не вижу, я уже в ваших эфирах несколько раз говорил, что я приверженец децентрализованного государства, да, и в принципе это можно, конечно, ну назвать самоуправление второго, там не знаю, третьего уровня, да, но это означает, что на местах территории, которая исторически сложилась, она может даже быть особенно небольшой, но у нее есть свой бюджет, патриотизм местных жителей, и которые знают, да, вот наша власть, вот она рядом, мы можем туда прийти, мы можем о чем-то говорить, там вокруг обрастает определенным бизнесом, который развивается, и мне вот эта швейцарская модель, да, мне она и датская модель, или можно назвать и другие государства европейские, да, мне эта вот модель децентрализации намного ближе и понятнее, потому что как бы у меня есть вот небольшая собственность в городе Айна же, где я проводил время, да, и я смотрю, вот как этот маленький городок, вот как раз вот была бы у него своя самоуправление, и как он мог бы развиваться, и несмотря на то, что там много хороших тысячи эки так происходят, когда это, он находится в этом, ну, Салатсгрейвс, вново, да, да? Да. Да, да, так что, так что, и сейчас это уже отделяем, уже будет в Имбаже, да, это уже более далеко, да, скажем, ну, я как пример Айна же привожу вам, да, и это уже расстояние другое, да, и как, вот скажем, начиная с чисто бытовых вопросов, там, новые центры будут смотреть на окраины, да, а это очень банальные вопросы, это чистота, это порядок, это безопасность, это медицинские услуги и так далее и тому подобное. Ну, буквально, может быть, такой последний вопрос, который я хотел задать. Кстати, вы в свое время, вот, в наших беседах говорили о необходимости, ну, такой вот определенной реформы вот системы управления государством, переход на всенародно избранного президента, может быть, и смешанная система выборов в СЕИМ, а это еще актуально, на ваш взгляд? Вопрос, Абек, я немножко затронул другой вопрос, да, у нас вообще в Латвии проблема, ну, скажем так, с элитой, я не хочу называть это аристократией, да, но с элитой. И вот, так как все наши депутаты и президенты, они временщики, да, нет такой стабильной институции, да, которая, ну, была бы немножко выше всего этого, да. Если посмотреть наши соседние страны, да, которые, кроме Финляндии, ну, если взять скандинавские страны, вот, как бы ни было, ну, страны, они вот эту монархию, да, вот эту институцию содержат до сих пор. Хотя, кажется, ну, это все устарело, и кому это нужно? И вот президенты, да, скажем так, но все равно будет временщиком, да, если он даже, его изберут, изберет народ, он будет на 8 лет, да, как максимум, да, по нашей соответствии. Да, два сока. Я не буду в этой сегодняшней передаче углубляться в этот вопрос, но я думаю, что вообще нету дискуссии, есть ли у Латвии, ну, скажем так, элита, да, и по каким параметрам можно определить, что человек является частью элиты, да, если у нас она даже есть, на что и как она влияет, да, и этот вопрос в Латвии, ну, я думаю, пришел момент вообще обсудить, да, потому что есть у нас какие-то, ну, как говорится, по-латыски, в ведуок, лидеры, да, какие-то... Лидеры мнений, да. Там есть определенную нишу, очень серьезную, заняли представители структур Сороса в этом плане, да, но кто они такие, да, почему их пускают в эфир, почему там, как бы, считается с их мнением, да, страна идет уже очевидно, но большинство населения видно, что страна идет не туда, да, по всем параметрам, если мы взимы, по экономическим, демографическим, там, финансовым и так далее, да, мы идем вниз, а эти люди до сих пор продолжают учить и говорить, и, как бы, определять курс направления, в котором мы, как бы, не движемся даже, не движемся в какую-то сторону бездны, и вот это вопрос элиты, а если нет серьезной элиты, тогда вот есть такие, непонятно откуда их, кто их пригласил, кто им платит деньги, да, который, как бы, определяет, там, мышление какой-то части общественности. Интересно, да, ну, это, может быть, тема отдельного разговора. Спасибо большое, Игорь Смей, у нас был на сегодня на прямой связи, посредством Зума большое спасибо.